Здравствуйте, девочки-рокодельницы! С вами Светлана Цветкова и следующий урок школы вязания игрушек. Основной вид петелек, которые используют при вязании игрушек, это столбики без накида. Думаю, что вы уже знаете, как делать столбики без накида. Их можно делать разным способом, и от этого будет зависеть внешний вид вашей игрушечки. Но полезное видео про разные виды и способы провязывания столбиков без накида у меня уже есть на канале. Я поставлю ссылочку под это видео. Кому интересно или кто хочет для себя освежить информацию, переходите и смотрите. А сегодня видео у нас будет посвящено прибавкам. Каким же образом делать прибавки? Что это такое? У нас связано колечко амигуруми и в него 8 столбиков без накида. Обычно второй ряд начинают делать прибавки. У меня будет классический круг, и во втором ряду мы будем делать прибавки в каждую петлю. В каждую петлю провязывать по 2 столбика без накида. Вот что такое прибавка. Вот у меня петелька, в которую нужно провязывать следующий столбик. Я провязываю столбик без накида обычным способом. И дальше делаю прибавку. То есть в эту же дырочку, в эту же петельку, еще один столбик без накида провязываю. Таким образом у нас получилось, что в одну дырочку, в одну петельку провязано 2 столбика без накида. Это и есть прибавка. Закрепим с вами и провяжем во втором ряду прибавки в каждую петлю. Вот следующая моя петелька. Ввожу крючок под косичку, провязываю столбик без накида. В эту же дырочку, куда провязывала первый столбик, ввожу крючок и провязываю второй столбик. У нас сделана вторая прибавка. Нахожу третью косичку, ввожу под нее крючок, провязываю первый столбик без накида. В эту же дырочку еще раз ввожу крючок и еще провязываю столбик без накида. Третья прибавка. Четвертая петля, в которую я провязываю опять два столбика без накида. Следующая петля, пятая. Третья петля, опять провязываю в нее в одну петлю два столбика. Шестая петля, опять в нее провязываю два столбика, делаю прибавку. Седьмая петля, первый столбик и второй в эту же петельку. И восьмая, последняя петля этого ряда, провязываю в нее один столбик и второй столбик провязываю в эту же петельку. Таким образом у нас с вами вырос круг. Мы связали этот ряд, делаю прибавки в каждую петельку. И если пересчитать петельки, давайте закрепим предыдущий урок, пересчитаем петельки по косичкам. Кто забыл, пересмотрите прошлый урок. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И последняя петелька, которую я считаю, шестнадцать. Вот она. Таким образом наш кружочек вырос. Таким образом, когда вы делаете прибавки в каждом рядочке, у вас расширяется деталь. И кружочек, с которого обычно начинается игрушечка, растет. Вот для этого нам с вами нужны прибавки. Надеюсь, это видео было вам полезным. Вы закрепили или освежили информацию по вязанию игрушечек. И, конечно же, еще раз напоминаю, если у вас есть вопросы по вязанию игрушек, на которые вы хотите получить ответ, Под это видео я ставлю ссылочку на тему специальную ВКонтакте, где вы можете задать вопрос, связанный с вязанием игрушек. Я или запишу для вас видео-ответ, или дам ссылочку на видео, если ответ на ваш вопрос уже есть на моем канале. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик оповещения о новых видео. Таким образом, вы не пропустите и следующие видео-уроки, которые выйдут уже совсем скоро. Светлана Цветкова